Сегодняшние атаки с воздуха по боевикам исламского государства в пяти сирийских провинциях привели к уничтожению 49 стратегических объектов. Главный удар нанесен в окрестностях Дамаска. Точное применение российских боевых авиаций в провинции Дамаск привело к принципиальному изменению оперативной обстановки в данном районе. Боевики группировки ИГИЛ, испытывающие острый недостаток в боеприпасах, массово покидают занимаемые позиции. Средствами разведки только за прошедшую ночь зафиксировано оставление позиций и уход в направлении населенного пункта Марш-Султан нескольких крупных отрядов с численностью около 100 боевиков каждый. Российскую операцию в Сирии эксперты уже сравнивают с рутиной, похожей на прополку сорняков. Именно так за прошедшие Султки удалось уничтожить два командных пункта террористов, три склада боеприпасов и вооружения, два подземных бункера и 32 огневые позиции. Кроме того, боевики остались без мастерской по изготовлению самодельных ракет и нескольких баз по подготовке террористов. Между тем, с помощью таких лагерей экстремисты вербуют в свои ряды подростков. Там детей учат убивать. Не церемонятся террористы и с женщинами. Так в интернете появилось видео с публичным наказанием, на котором провинившихся бьют палками. Все происходит в провинции Дай-Резаура. Эти женщины – жену так называемых отступников, то есть тех, кто отказался воевать на стороне террористов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова